Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идёшь достойно, приближаешься за шагом шаг к вечному желанному покою. Господи, дай дни считать нам так, чтобы сердце мудрое в нас было, чтоб за ценность не принять пустяк, чтобы главного мы не забыли. К сожалению, не знаю автора этих стихотворных строчек, но одно определённо. Он беспокоился о вечности. Сегодняшняя проповедь Стефана Таран о том, что ждёт нас за границей этой жизни. На 27 стих 9 главы послания к евреям. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Аминь. Я хотел сегодня с вами поразмышлять на самые важные темы, на которые обычно люди не любят размышлять, не любят даже как-то хотят вытеснить, исключить это из своей жизни. И даже для многих людей это самые страшные два слова – смерть и суд. То есть люди не любят говорить о смерти, тем более не любят говорить о суде, потому что есть Божий суд. И тем не менее мы читаем, что вот как раз Христос умер, чтобы взять наши грехи, чтобы нам не пришлось отвечать за наши беззакония и за наши грехи. И он второй раз придет уже для ожидающих его воспасения, в жизнь вечную. И вот что говорит Библия о смерти? Библия – это единственная книга на земле, которая открывает нам всю правильную картину о жизни и смерти. И она говорит не только о смерти, а говорит еще о том, что будет после смерти. И каждый из нас создан Богом, вечным Богом, и поэтому мы являемся вечным существом. Само слово «человек» означает «чело» или «лицо вечности». Отражение вечности. Каждый из нас. То есть мы имеем начало, но у нас нет конца. То есть мы будем жить вечно. Так открывает там Бог, так открывает нам Библия. И глубоко ошибается тот человек, который думает, что вот он родился, и вот он умрет, и с этим все закончено. И даже многие люди есть, которые пытаются решить свои проблемы вот ценой смерти. Но это не так. Потому что как один самоубийца, который выжил, он прыгнул с очень высокого моста и говорит, за те мгновения, пока он летел вот сверху этого моста до воды, он понял, что все его проблемы – это не что. И что самая ужасная проблема только начинается. Но Бог проявил к нему милость, он выжил, остался живым. И он смог это рассказать другим людям.